Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» – обзор наиболее заметных событий сегодняшнего дня. Значимых для горожан событий произошло немало. Вот краткий анонс информационного выпуска. Дождались. Обильный утренний снеговат парализовал улицы Рязани. Тройственное соглашение подписано. Под документ о минимальной заработной плате сегодня поставили подписи представители власти, профсоюзов и предпринимателей. Рязанские наркополицейские задержали жителя города, растившего коноплю у себя в квартире. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодняшнее снежное утро, безусловно, вызвало у многих горожан не только радость, связанную с приходом настоящей зимней погоды. Многие жители областного центра вынуждены были с трудом добираться до работы. Городские власти сообщали, что на улице выехало 19 единиц техники с песко-соляной смесью. Однако этого оказалось недостаточно. Коммунальщики явно не справлялись с уборкой из-за огромных пробок, которые образовались буквально на всех основных магистралях. Однако работники городских служб пообещали очистить проезжую часть от последствий обильного снегобата ночью, когда автомобильное движение перестанет быть оживленным. А природа сегодня снова удивляет. Зима, которую все так долго ждали и о которой так много говорили, пошла в активное наступление. С холодным порывистым ветром, метелью в лицо, сугробами по колено, и что является одним из самых неприятных моментов долгими-долгими пробками на дорогах. Именно из-за пробок расчистить проезжую часть не представляется возможным. Поэтому колонны снегоуборочных машин отправятся на борьбу с сугробами не раньше ночи. А пока что, посыпая дороги песком, по городу работает 19 единиц техники. По данным пресс-службы Гидромедцентра, снежный беспредел продлится аж до позднего вечера пятницы. Так что погодные условия призывают горожан быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим, держать оптимальную дистанцию и передвигаться только с включенными фарами. А вообще, лучшие лекарства от зимних холодов – уютный дом, улыбки близких, горячий кофе и мурчанье кота. Не выбирая места на ночлег, белыми стаями падает снег, не исчезая в холодный рассвет. Падает, 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 падает снег. Ну а теперь к новостям более серьезным. Сегодня в правительстве Рязанской области прошла церемония подписания сразу двух социально значимых соглашений. Это ставшие уже традиционными соглашениями между органами региональной власти, профсоюзами и предпринимателями. Предлагаю приступить к подписанию регионального соглашения о минимальной заработной плате в Рязанской области в 2015 год. Тройственное соглашение между работодателями, профсоюзами и органами исполнительной власти подписано сроком на три года с 2015 до 2017 года. Особое внимание в документе уделено вопросам социально-экономического развития. В соглашение также включен новый раздел по трудоустройству молодежи. Соглашение предусматривает принятие мер для роста средней заработной платы в регионе, обеспечивая ее своевременной оплатой, выплатой и мероприятия по улучшению условий и охране труда. Важное внимание уделено реализации майских указов президента Российской Федерации, вопросам привлечения иностранной рабочей силы, а также профессиональной самореализации молодежи, чего ранее не было в наших соглашениях. Достойный заработок, улучшение условий труда способствует росту социального благополучия жителей региона. Помимо этого, сегодня было подписано соглашение и о минимальном размере оплаты труда работающих граждан в Рязанском регионе. Соглашение о минимальной заработной плате в регионе – это еще один не менее значимый документ, который мы подписываем ежегодно. Он предусматривает возможность устанавливать в регионе размер минимальной заработной платы, превышающие параметры, определенные федеральным законом. На 2015 год предлагается установить минимальную зарплату работников вне бюджетного сектора экономики в размере 7000 рублей. Это больше мрот по Российской Федерации на 1035 рублей. Мера коснется всех отраслей экономики. Для работников государственных и муниципальных учреждений соглашением предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда с 1 июля 2015 года до 6100 рублей. Глава Рязанских профсоюзов Леонид Фролов отметил, что соглашение – это выверенный документ, который учитывает интересы всех сторон. Думаю, что во многом он поможет нам пережить то непростое время, в которое мы вступаем в новом году, и послужит своеобразным импульсом для дальнейшего развития экономики, улучшения жизни наших людей. Что касается соглашения по минимальной заработной плате, то я думаю, что этот документ, который довольно-таки долго вырабатывался и получил свое воплощение в том виде, в котором мы подписывать будем, это максимально возможное из того, что объективно есть с точки зрения возможностей, финансовых возможностей в регионе. В целом, по мнению собравшихся, подписанные сегодня соглашения позволяют конструктивно построить совместную работу между властью, бизнесом и обществом. Еще одна из социально значимых проблем современной российской действительности – это здравоохранение. Тут вопросов немало, хотя за последнее время значительно даже в районных больницах улучшилась материально-техническая база. Благодаря майским указам президента выросла и заработная плата у медработников. Однако ряд проблем все равно остается. Например, возникло немало вопросов, связанных с проведением широкой реорганизации штата персонала московских больниц и поликлиник. В конце октября и начале ноября под увольнение попали почти 7 тысяч различных столичных специалистов. Ожидается ли подобная оптимизация в Рязани? Мы постарались узнать, какова ситуация со здравоохранением у чиновников из регионального правительства. В Москве уже почти два месяца бывшие работники медучреждений проводят довольно многочисленные пикеты против реорганизации московской системы здравоохранения. Дело в том, что, как пишут столичные издания, реформа столичного здравоохранения, которая проводится с 2011 года, вызвала широкий общественный резонанс. Особое внимание врачей и общественных деятелей привлекли сообщения о возможных массовых увольнениях медицинских работников, а также ликвидации ряда больниц и роддомов. Впрочем, в рязанских медучреждениях среди работников и пациентов никакой паники нет. Да и региональные власти сообщают, что никакой реорганизации по московскому типу в нашей области не предполагается. Еще раз хотим сказать, и Олег Иванович Ковалев, губернатор, объявил и сказал, что никаких сокращений и таких вот реорганизаций, которые способствуют сокращению, нет, не будет. Мы сегодня очень нормально, плавно работаем над качеством услуг здравоохранения. Для нас вот это очень важная составляющая – это повышение квалификации наших врачей и среднего медицинского персонала. За последние несколько лет в рязанские больницы поступила новая современная техника. Потому и врачебная помощь стала более высокотехнологичной, ведь основная цель – это повышение качества услуг. А теперь оперативная информация. Рязанские наркополицейские сообщили о задержании мужчины, который у себя на квартире устроил мини-ферму по производству конопли. Подробности задержания и обыска далее. 40-летний рязанец оборудовал в своей квартире настоящую лабораторию по культивированию конопли. Сотрудники наркоконтроля обнаружили в специальном боксе, обеспеченном освещением, вентиляцией и вытяжкой семь кустов каннабиса. Особенностью биографии наркопреступника является тот факт, что ранее он был участником слоновской группировки. И визит наркополицейских не стал для горе-фермера такой уж неожиданностью. В одной из комнат подозреваемый обустроил лабораторию для культивирования наркосодержащего растения. Ранее он задерживался правоохранительными органами за вымогательство и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время по факту изъятия конопли и оборудования для ее выращивания проводится проверка. А теперь о более приятном. Перед новогодними праздниками рязанские госавтоинспекторы устроили для маленьких школьников представление. Разумеется, в горовой форме дорожные полицейские постарались напомнить детям о безопасном дорожном движении. При новогодней суете ни в коем случае нельзя забывать о безопасности детей на дорогах. Ведь в это время у школьников будут каникулы. Лучшего момента для зимних развлечений и не придумаешь. Рязанскими автополицейскими было организовано новогоднее представление. И не простое, а познавательное. Перед ребятами стояла сложная задача – расколдовать дорогу к праздничной елке. Дети вместе со снеговиком, вместе с инспекторами госавтоинспекции расколдовывают заколдованные дорожные знаки и светофоры. Катаются на электромобилях по автоплощадке, соблюдая требования дорожной разметки и знаков. А также вспоминают, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Таким образом, сотрудники госавтоинспекции решили напомнить нашим школьникам в преддверии, скажем так, длинных новогодних каникул о том, как правильно и безопасно вести себя на улице. Весело, интересно и, несомненно, полезно. Ведь, как известно, в игровой форме детям проще усваивать информацию. Конечно же, в игровой форме, скажем так, в неформальной и интересной обстановке детям рассказывается, напоминается о том, как правильно переходить дорогу. Потому что, конечно же, в школах им это рассказывается. Но сейчас длинные новогодние праздники, и мы делаем акцент именно на правилах поведения в зимний период. С санками, с коньками, с лыжами, как кататься, где кататься, как переходить дорогу. Это был завершающий наш информационный выпуск видеоматериал. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал глава Рязани Андрей Кашаев. И речь в беседе пойдет о принятых сегодня на заседании Городской думы решениях. На сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин